Привет, друзья! Меня зовут Ольга Ермилова, и сегодня я хочу поднять важную тему, ту, которую мы очень часто неправильно интерпретируем, но именно это помогает нам становиться человеком, реализованным в жизни, человеком, который смог распознать свой потенциал и смог этот потенциал реализовать в жизни. Так о чем же мы будем говорить? На самом деле у каждого из нас есть какие-то определенные навыки и умения, то, что у нас получается лучше, и то, что у нас получается хуже. Помните еще с самого детства? У кого-то лучше получалось что-то организовать, например, у кого-то лучше получалось работать мозгами, кто-то мог сделать что-то своими руками. Какие-то навыки постоянно присутствуют в нашей жизни, и мы замечаем, что когда мы чем-то начинаем заниматься, у нас к этому есть способности, у нас это получается. Но зачастую, что говорят родители или наше окружение, что нам необходимо развивать в себе то, что у нас плохо получается. То, что хорошо получается, оно как бы и так получается, а вот то, что у нас плохо получается, нам нужно развивать. И вы знаете, я до какого-то времени была с этим очень согласна, пока однажды не задала себе вопрос, а почему? Почему я должна развивать в себе математические способности, если у меня их нету, если мне это неинтересно? Это знаете, как в школе говорят, подтягивать, нужно подтянуть какой-то предмет. Зачем мне его подтягивать, если ровным счетом никакого интереса к этому не испытываю? В то время, как я могу потратить этот ресурс и отточить еще лучше тот навык, который у меня есть. Потому что именно то, что нам дано, на самом деле дано природой, то, что у нас получается, именно там скрыт, собственно, и наш успех, и наши деньги, и вообще наше будущее. И это очень прикольно, и это очень важно. И поэтому я хочу сегодня вам сказать, посмотрите внимательно на те навыки, которые у вас есть, на то, что у вас получается лучше всего. И начните отрабатывать это еще лучше, делать это каждый день, оттачивать филигранно. И именно тогда, в эти моменты, к вам начнут приходить мысли еще и о том, каким образом это возможно монетизировать, каким образом возможно сделать так, чтобы это приносило вам деньги, чтобы это, главным образом, приносило другим людям пользу, тот навык, который у вас есть. И если вы начнете это делать каждый день, это так же, знаете, как работать над своим телом. Постоянно тренируя эти мышцы, мышцы становятся крепкими, упругими, красивыми. И, собственно, вы получаете тот результат, о котором, возможно, вы даже не мечтали. Вы же не начинаете говорить о том, что если пресс у вас хорошо развит, то вы будете качать только ноги. Нет, вы начинаете прокачивать пресс еще лучше, естественно, не оставляя ноги, потому что тело это все-таки такой организм целостный, нельзя его по частям сильно разделить. Но в то же время вы понимаете, что если вы не будете прокачивать пресс, то ваш сильный пресс все равно в какой-то момент может обрасти жиром. Вот. Поэтому, друзья, прокачивайте свои сильные навыки. Подумайте сегодня над этой темой. Подумайте над тем, каким образом вы можете прокачать этот навык, сделать это с лав, сделать это с лав маркетингом. Это означает, что вы должны подумать, каким образом этот навык потом можно использовать, а может быть и сейчас использовать для других людей. Каким образом он способен улучшить жизнь ваших клиентов. Ну и пусть у вас все получается. А я буду рада видеть вас на своих мастер-классах, кстати, которые проходят каждый четверг. Не забывайте об этом. Я буду вас рада видеть на цепной реакции, если у вас бизнес, и вы хотите, чтобы ваш бизнес стал вне конкуренции, чтобы он занял свою нишу. И, естественно, подписывайтесь на мой канал на ютубе, заходите на мой блог Ермилов Маркетинг. И до встречи. Пусть все у вас получается. Всю подробную информацию вы можете смотреть под видео. Не забывайте это делать. Всем хорошего дня.